Как сказал поэт, случается учительское счастье из наших ученических побед. Да, действительно, учителями славится Россия. И представители этой благородной профессии достойны не только самых высоких слов, но и увековечения в виде памятника. В Славянском районе было решено создать скульптуру первой учительницы. Конечно, эта инициатива была поддержана общественностью. Скульптуру учителя планируется установить в Славянске-на-Кубани в молодежном сквере. По инициативе славянцев, при поддержке Совета ветеранов войны и труда, главы района Романа Синеговского и депутата ЗСК Виктора Чернявского, в нашем районе идет благотворительная акция «Мой первый учитель» по сбору средств на изготовление и установку памятника. В городском доме культуры Славянска-на-Кубани состоялось мероприятие, посвященное началу проведения этой общественной акции, целью которой является сбор денежных средств, пожертвований на создание и монтаж скульптуры. В фойе приглашенных ожидали тематическая выставка и фотовыставка, посвященные первому учителю. Мы спросили у тех, кто всю жизнь посвятил педагогике, о том, помнят ли они своего первого учителя. Григорий Иванович, мы его так любили. Он участник был войны, с одной рукой, но он такой классный был. До сих пор помню его слова, его напутствие. И мы вот совсем недавно собирались классом своим, уже спустя 50 лет, и мы вспоминали именно его в первую очередь. Потому что, в самом деле, наверное, мужчина-учитель – это тоже очень много значит. А тем более такой, как был у нас Григорий Иванович, просто классный. Мне кажется, забыть своего первого учителя – это как забыть свою маму. Ее звали Надеждой Федоровной Тукаревой. Мероприятие началось с небольшого концерта на школьную тематику, подготовленного силами одаренных учащихся. И важные учебники, а на переметах мы веселые волшебники. Школа – это целый мир, предатель мечтаний. Мой учитель, мой клубник, он правитель зданий. Со сцены прозвучали слова о том, что первый учитель дает важнейшие жизненные уроки. Его значение трудно переоценить. Было объявлено о старте народной благотворительной акции «Мой первый учитель». Я хочу поздравить вот с началом такой прекрасной благотворительной акции «Мой первый учитель», потому что у нас у всех есть дети. У нас есть внуки, наверное, уже кого-то правнуки. И все они прошли через школу, через учителя. И его, наверное, когда-то мудрые слова, они остаются в жизни у нас надолго. На мой взгляд, надо навсегда. Поэтому всегда вспоминаешь учителя и старайся действовать так, как он когда-то тебя учил. Я очень благодарна всем вам за то, что вы поддерживаете эту акцию. Собравшиеся аплодисментами приветствовали инициаторов этой акции – славянскую общественность, в том числе ветеранов педагогического труда и Совет ветеранов войны и труда района. Вот то, что мы сегодня проводим благотворительную акцию и говорим об учителе, и говорим так здорово, такими словами, это, наверное, подтверждает мысль о том, что насколько важен учитель вот на таких каких-то исторических озлобах. Потому что именно он формирует нацию, код нации, именно он формирует то, чем будет наше государство завтра, по каким нравственным законам оно будет жить. И открытие памятника учителю, это, наверное, именно вот в этом году, а это будет педагога и наставника, говорит о том, что вот эта потребность в учителе, она всегда века. Прообразом для скульптуры мой первый учитель стала заслуженной учитель РСФСР Маргарита Кузьминична Елфимова. За годы работы она себя показала как профессионал с большой буквы, была примером настоящего педагога. Елфимова Маргарита Кузьминична. Мне посчастливилось вместе с ней работать. И она всегда, кем бы она ни работала, руководителем первого звена, учителем, в первой школе она работала, кстати, физиком, учителем технологии, где бы, когда она ни работала. Вот эти ее великолепные человеческие качества, качества учителя с большой буквы, они были всегда при ней. То есть она всегда была тем примером, вот тем учителем, на который хотелось быть похожим. Торжественное открытие скульптуры планируется 5 октября 2023 года в рамках празднования Дня Учителя. Скульптура учителю станет одной из достопримечательностей Славянского района и символом глубокого уважения к профессии. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».